Привет, друзья, всем! Сегодня расскажу о первой экшн-камере от Xiaomi. Видели вы в зелено-желтом цвете камера? Ну, опять же, на любителя, кому нравится, кому не нравится такое решение. Мне больше белая камера по вкусу. Не люблю я очень пестрые вот такие решения. В белом цвете, на мой взгляд, более элегантно смотрится, приятнее. Хотя хотелось бы еще иметь что-то в виде серого камеры, как у конкурентов SG-кам, GoPro, более дорогие камеры. Стандартный кабель USB, то есть больше здесь ничего нет. Простенькая коробочка, инструкция на китайском языке, так как для нас ничего не известно, тут непонятно. Поэтому нужно ставить сразу программку с Play Market на смартфон. Синхронизируется со смартфоном данная камера. Кому-то будет минус, что нет дисплея, так как многие привыкли, как в SG-кам, к примеру, как-то видеть в фокусе. Но, опять же, здесь стоит широкоугольная линза от Sony 155 градусов, поэтому можно особо не прицеливаться. То есть, навели примерно на объект и захват довольно-таки большой, обширный у данной линзы. Ну, сначала, наверное, скажу по камере. Камера действительно компактная, в высоту камера всего 4,2 см, толщина 2,1 см и в длину 6 см. Очень маленькая, компактная камера, чуть больше коробка. Если так смотреть, то в коробок примерно размеры, но чуть толще, конечно же. Но, опять же, камера очень компактная, считается, одна из самых маленьких. То есть, видите, у меня рука среднего размера, она практически, можно ее даже в руке держать и не видно. Действительно, для шпионов то, что нужно. Ну и по кнопкам, друзья, расскажу. Здесь две кнопки всего, три кнопки аппаратные, включение камеры, вот таким образом, с зажатием. Сигнализирует нам о том, что сейчас камера заряжена где-то на 40%, то есть, от 70% до 30% в таком вот розовом цвете. Даже не розовое, а что-то между фиолетовым, сиреневым. Если камера разряжена, то около 20% в красном цвете и полностью заряжена в синем цвете. Также здесь переключаются именно режимы видеосъемки, то есть, по нажатию стандартно установлено фото. Когда вы синхронизируете со смартфоном, на примере LG, я вам покажу. Можно изначально установить, что будет или видео сразу включаться в режиме, или фото. В моем случае фото. Если хотите переключить видео, нажимаете один раз. Это я уже зажал сильно, нужно было нажать и отпустить. То есть, нажимаете один раз, происходит сигнал. Сейчас она переключится. Нажал. Да, вот, включилась камера. Видите, красный светодиод в красном цвете сигнализирует о том, что камера сейчас в режиме видеосъемки. Чтобы начать видео, просто нажимаете один раз на кнопку пуска. Все просто. Если хотите подключиться обратно в фоторежим, опять же, один раз нажимаете, отключается светодиод. Все просто. Здесь несколько светодиодов. С правой стороны у нас здесь Wi-Fi. Когда подключаем, нажимаем, синхронизируем со смартфоном. Один раз нажать, то есть, нужно, чтобы увидел смартфон. В данном случае LG буду использовать. Уже установил свой маркет. А напрямую можно просто написать UI в поиске. Он сразу определит, что именно вы хотите именно для данной камеры софт. То есть, в синем цвете сигнализирует об этом. Также здесь сверху вход под микрофончик для записи видео. С правой стороны ничего нет. Снизу у нас еще один индикатор. То есть, в случае того, что когда вы снимаете или еще что-то, то есть, видно, что здесь происходит. Индикация, что камера активна. Много здесь датчиков. То есть, один, второй, третий, четвертый, пятый сверху возле кнопки. И сбоку возле отсека под microSD и HDMI. Здесь USB стандартная синхронизация. Обычным кабелем простым, понятным для всех. Mini HDMI вход и microSD карточка. Стоит 32 гигабайта. Десятый класс. Желательно, конечно, такого класса, чтобы более быстрая была съемка. С правой стороны у нас батарейка находится в отсеке. Батарейка на 1000 с копейками лампер часов. Честная батарея уже тестировалась не раз. То есть, все по-честному в данном случае. Сейчас закрою, покажу, как это выглядит под отсеком. Неудобно. Немножко нужно подколупнуть в обратную сторону. Запутался немножко. То есть, здесь уплотнители, прижимающие батарейку. Вот такой вот хлястик. Вынимаете? Я не буду показывать, так как уже включил камеру, чтобы синхронизировать. Все закрывается. Все просто понятно. Больше здесь никаких кнопок нет. Ни аппаратных, ничего. Ни сенсорных. Все очень просто. Настраивается, привыкается буквально за раз, два, три. Все просто. Действительно, камера стильная. Единственное, что хотелось бы в комплекте, чтобы шло хотя бы на объектив, чтобы прикрывалось. Потому что линза открытая всегда. То есть, стекло. Там и пальцы могут быть, и что угодно. Какой-нибудь колпачок. Но уже продаются. То есть, есть защита. Есть уже для тех, кто активно использует камеру. Чехлы всевозможные. Закрывающие от влаги и так далее. Уже появились и оригинальные, и неоригинальные. Так как камера еще относительно новая. Но цена уже, конечно же, подешевела. И камера стала более доступной. Здесь, конечно же, плюс. На данный момент камера стоит что-то в районе 70 долларов. На старте около 100 стоило. Здесь, конечно же, плюс данной камеры. В настройках самого приложения можете выставить качество. То есть, максимально, какое вам необходимо качество. Время. Разрешение. Как я уже говорю, максимально пишет 50p. То есть, Full HD видео. Очень плавно. Мне это нравится. Далеко не каждая камера так пишет. То есть, формат PAL-NTSC по центру. 16 мегапикселей камера. Разрешение 4 к 3. Что еще здесь по времени. То есть, снимки, если делать. Если хотите стандартную. Вот так вот переключаете формат. Чтобы не широкоугольная была. Потому что есть люди, которые любят, чтобы не было широкоугольной. По принципу стандартной камеры. Ну и по времени. Сколько в режиме ожидания камера будет работать. Если ничего не происходит. SD карточка. Данные карточки. Вот таким вот образом. Действительно, очень удобно. Все фотки можно посмотреть в режиме онлайн. Единственное, что разрешение сначала. За счет высокого разрешения. Смартфон подгружает. Какое-то время нужно на синхронизацию. Чтобы загрузить. Вот видите. Изначально такое вот размытое все. Ну, сейчас подзагрузит. Будет видно. Потому что сразу, видите. Такое вот мыло. Нужно время на оптимизацию. Так как, вроде бы, снимки я хочу посмотреть. Но это я снимаю. Показываю вам именно как с камерой засинхронизироваться. И уже снимки у меня есть данные на... Смотрите, просто качество классное. Насколько мне нравится, как снимает данная камера. Все очень просто. Все, что мы наснимали, можно в реальном времени перекинуть на смартфон. Ну, вывод из данного приложения. Покажу вам теперь, друзья. Все, что данная камера наснимала. По поводу снимков. Вот здесь галерея. Вот таким образом сделаю. Чуть по формату. Пошире. Вот наши снимки. Непосредственно то, что мы писали. Сразу вот видео. В формате. Видите, тоже я перекинул сразу же. Ну, и фотки. Фотки действительно классные получаются. Иногда смартфоны далеко не каждые так могут снимать. Не то, что говорят. Такой маленькой, компактной камере. Действительно здорово. Даже сблизи, вот когда приближаем. Видно, насколько классно все это просматривается. Вот эти мелочи. Все видны. И камера в среднем пишет полтора часа видео в максимальном формате. То есть Full HD при 60 кадрах в секунду. Вот. Жара тут. Дети, девочки. Все тут возле фонтанов. То есть, отличная камера снимает. В конце я вам продемонстрирую снимки данной камеры. Видите, насколько угол охвата. Здесь просто получается, что захватывает больше, чем стандартная камера. За счет 155 градусов. Действительно круто. И вблизи, смотрите. Отлично видно. Примеры я, конечно же, вам продемонстрирую. Ну и дальность прорисовки тоже отличная. Смотрите. Это расстояние где-то метров 250-300 до вот этого здания. Так что действительно, очень неплохо данная камера снимает. И по автономности в среднем полтора часа. Были проблемы изначально, вы слышали, да и видели многие, что в фоновом режиме разряжалась камера, когда впервые поступила на рынок. Скорее всего, поторопились, когда собирали данную камеру на производстве. Были проблемы именно с микрофоном, когда его заклеили, видимо спешили при сборке. И звук был отвратительный, такой как с трубы. То есть, не чистый, не четкий. Сейчас эта проблема решена. Возможно, где-то у производителей, у продавцов еще остались какие-то старые запасы именно данных камер, которые с первой серии еще поступили, с первой ревизии. Но уже этого, как говорится, нет. Я проверял, звук отличнейший, слышно хорошо с данной камерой. То есть, не нужно здесь разбирать, снимать защитную вот эту пленку на микрофончике. Потому что ее просто закрыли. Берете и пользуетесь. Одним словом, отличная камера. Для меня единственный минус, что нет дисплея, потому что я привык как-то видеть все в дисплее. Можно, конечно, да, со смартфоном, но опять же, это Wi-Fi должен подключен быть, чтобы синхронизировать. Интернет должен быть под рукой. Но все-таки хотелось бы маленькую камеру, как, к примеру, SG-CAM. А так, камера очень хорошая, как по мне, лучше, чем SG-CAM камера, по крайней мере. Но опять же, SG-CAM тоже, вы знаете, очень много есть подделок. Есть уже, делают столько подделок, что под этим брендом очень много встречается. Действительно, не в честных производителей. В данном случае, Xiaomi, все здорово. Опять же, всегда будет поддержка. Здесь можете не переживать. Но относительно невысокая стоимость данной камеры. Конечно, это не GoPro за безумные цены. Да, она, конечно же, снимает лучше, пока что лучше. Но там и цены просто в разы. Не то, что там в раз-два, а в разы дороже камера. А эта камера на каждый день для тех, кто не хочет переплачивать. И действительно, отличнейшая камера, отличнейшая сборка. Здесь ни люфтов, ни скрипов, ничего нет. Просто собрано здорово. За сборку можно ставить смело пятерку. Так что, друзья, кто рассматривает недорогую экшн-камеру, в дорогу, в путешествия, рекомендую однозначно вот такую камеру, не переплачивая. На этом все, друзья. Как обычно, спасибо за просмотр. Постоянным зрителям респект. Но вам рекомендую подписаться на наш канал. Всем добра, мира, позитива. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok